Астрономы отыскали систему колец у карликовой планеты Квавар или Квавар в поясе Койпера. Вот такая замечательная картинка, что мы видим. У нас есть планета, у нас есть система колец, нечто подобное мы видим на Сатурне. Да, есть Сатурн, есть система колец. Самое забавное то, что вот такое явление в принципе на прямом притяжении невозможно. Невозможно такое количество различных объектов запустить на центробежных силах в планетарном вращении. Потому что такая система, все обходят этот момент приметительно к Сатурну. Но никто как бы не комментирует, нет никаких расчетов и так далее. Как же там эти кольца могут держаться на Сатурне? А это может быть только на системе приталкивания, когда комплексное взаимодействие, оно позволяет как раз вот таким явлением быть. То есть вот это явление, наглядная демонстрация того, что не притяжение, не прямое притяжение, а именно приталкивание. Причем два варианта. На прямом притяжении вообще никакие планеты невозможны, планетарная система невозможна. Ни обращение планет вокруг Солнца невозможно нарушается. Хотя вот есть вот эта сказка, что там планетарное равновесие. Это планетарное равновесие невозможно на прямом притяжении, потому что нарушается баланс сил. У нас при вращении силы направлено на вывод тела из системы равновесия. У нас тело либо падает расчетно на центр вращения, на центр массы, либо улетает в космос дальний. Это на прямом притяжении. А тем более невозможно вот такие вот сложные системы, которые даже в принципе не обращаются с учетом центробежной силы. Вот это вот комплексно невозможно, чтобы такое количество тел на прямом притяжении каким-то образом в такой сложной планетарной конструкции обращалось, как кольца. То есть двойной фактор невозможности, можно так выразиться. Но сам факт, да, нагляден, красив, интересен. Астрономы обнаружили третий пример системы колец вокруг небольших тел Солнечной системы. Плотное и неоднородное кольцо было найдено вокруг карликовой планеты. Причем располагается вне предела Роша. Что противоречит теоретическим предсказаниям. Статья опубликована в журнале Nature. Вот такие вот дела. Поступило много комментариев. Почему же вы не показываете нам моделирование компьютерное на приталкивание? Ну, то есть в связи с тем, с вот этими вот фальшивыми системами от Анигири и вот от этого товарища Азеритского. Вот, пожалуйста. Вообще, ребята уже сделали много этих анимаций. Мы их показывали. Мы давали ссылку у нас на канале на эти различные анимации. Вот, пожалуйста, Валерий Подопринов. Четыре года назад. Гравитация на отталкивание по котюшку. Стабилизация 15 часов. Тест 2. Тест 2. Это вот четыре года назад уже в интернете все это размещено. Вот давайте вот посмотрим, вот это вот как выглядит. Человек сделал два контура. Есть реакция внутреннего воздействия на эти контура. Мы видим, как они колеблются, как это все происходит у нас в различные периоды развития этой вот системы. Но в целом мы видим, да, что, во-первых, планетарное движение возможно стабильно. Возможно, вот такие его проявления, в том числе, как этот поиск Койпера. Полностью аналог тут просматривается. Отдельные планеты у нас выходят на свои орбиты. Никакие они не треугольные, не восьмиугольные эти орбиты. Обычная нормальная планетарная схема. Вот она в различных позициях, в различные периоды. Как ведет себя. Вот силовая картина тоже посматривается. Куда направлены силы. Но опять же, это все, вот моделирование, это такое условное приближение. Которое, кто как намоделирует, так оно может и быть. Строгий ответ нам дает не моделирование, а силовой расчет. Силовой расчет состояния тела на орбите. Как это вот объяснить вот этим вот новоявленным ребятишкам, которые а, анимация, а, высшая форма, а, так далее, так прочее. Вот если есть силовой расчет, это когда взяли и посчитали. Вот равенство сил, превращение вектора, куда оно направлено. Если при обклонении тела силовой вектор направлен на возвращение его на орбиту, мы имеем шансы на планетарное равновесие. Если при обклонении тела силовой вектор выкидывает тело дальше, превращение сил уносит его или уносит его обратно на центр вращения, то все, первично это силовой расчет, первично, а моделирование это вторично, это декорация. Вот вы смотрите, силовой расчет и получаете результат. А это вот просто сопроводительные все картинки, что есть первичное, есть вторичное, есть главное, есть второстепенное. Вот силовой расчет он главный, ну как бы для физиков, для девак и для обывателей, для визуалов современных. Наверное, анимация тоже важна. Ну, поэтому вот мы даем вам ссылку на анимацию. Посмотрите, зайдите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok